Необходимо создать группу, организационную группу, которая будет именно по изменению Конституции, противостоянию Конституции организовать работу. Организационная группа. Желательно сегодня создать из тех людей, которые не просто любят поговорить, а из тех, кто реально будут организовывать. Второе. Пустили лист людей, которые запишут. Нет, я предлагаю вам, как модератора, сегодня же, по окончанию, здесь определить членов организационной группы. И мы посмотрим. Нет. Я поэтому предлагаю вам, чтобы вы организовали и создали группу. Второе. Здесь было предложение обратиться в международные организации. Я против обращения в международные организации, так как они не должны вмешиваться в нашу внутреннюю политику. Мы сами должны решать и сами должны противостать. Но мое предложение. Мы должны обратиться в международные организации, дипломатические представительства, оповестить их о том, что у нас происходит на самом деле, и потребовать прекратить все виды финансирования. Все виды финансирования, будь то Япония, будь то Европейский союз, Соединенные Штаты, международные организации, будь то на права человека, пополнение бюджета или проведение каких-либо выборов. Необходимо сделать именно такое обращение с требованием приостановить финансирование, так как это финансирование идет на узурпацию власти, на легализацию их, скажем, узурпированной власти. Третье. Необходимо работать с средствами массовой информации. У нас полностью сейчас идет контроль, цензура, но социальные сети, может, другие варианты. Я предлагаю организационный вопрос проработать механизмы работы средствами массовой информации. Четвертое. Необходимо нам уже сегодня в рамках организационной группы готовиться к проведениям масштабных митингов. Только путем митингов мы можем чего-либо добиться. Круглые столы, встречи, какие-то объединения, пресс-конференции никакого эффекта не дадут. Необходимо подготовиться, необходимо подтянуть, решить все организационные вопросы и проводить митинги. И четвертое. Я хочу предложить даже в свое время Бакиев, режим Бакиева провел Курултай. Нам необходимо начать созвать внеочередной Курултай. Мы должны взять инициативу, мы должны организовать и провести Курултай. Необходимо провести Курултай. Бакиев проводил Курултай. Нынешние не собираются проводить Курултай, поэтому мы должны взять ответственность и провести Курултай. Я думаю, на Курултай, куда будут приглашены все представители со всех регионов, именно поднять этот вопрос, возможно и другие вопросы и принять решение.